Ну что ж, всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Итак, пацаны, я честно не ожидал, что я буду записывать подобное видео, потому что я в это, честно, никогда не верил. Я не верил в то, что существует такая болезнь, и то, что вообще можно, в принципе, заболеть. И пока я сам не заболел, я в это, в принципе, не поверил. Как это и произошло, я сегодня расскажу в видосе, чисто подробно расскажу, как это произошло, как я понял то, что я заболел там и так далее. Поэтому, возможно, кому-то это видео будет полезное. Но изначально я его записываю для того, чтобы вы знали, почему редко начали выходить видосы, куда я пропадаю там и так далее. Потому что не все подписаны на группу, и, может быть, кто-то, в принципе, не видел. Поэтому это будет, в основном, информативное видео. Поэтому смотрите его от начала до конца. Я вам реально расскажу то, чего, в принципе, мало кто знает. Мои друзья, с которыми я общаюсь, они, в принципе, все знают. Как я заболел и так далее, что со мной происходит. А вот на ютубе я об этом, в принципе, не рассказывал, да и, в принципе, нигде не рассказывал. Сегодня я, так сказать, раскрою все карты. Мне, на самом деле, очень сложно снимать. Потому что даже сейчас, когда я снимаю, у меня температура примерно 38 градусов. Очень сильно плохо. Я вчера пролежал целый день. Я просто сегодня собрался силами. Еле встал с кровати. Запустил комп и решил записать для вас видео. Поэтому, надеюсь, на вашу поддержку и понимание. Не могу сказать то, что я вам желаю приятного просмотра. Потому что видос будет не очень веселый, как вы поняли. Поэтому я даже не знаю, что сказать, пацаны. Я просто в шоке. Я думаю, давайте все-таки начнем. Итак, пацаны, начнем с самого начала. В принципе, как это вообще могло произойти и как это произошло. Как я заболел. Честно говорю, я не боялся никогда вот этой короны. Типа, я маску никогда не носил. И, типа, ну, я не так часто, типа, бывал на улице. Потому что я постоянно занимаюсь ютубом. И, типа, ну, я, ну, типа, не верил в то, что можно вообще заболеть. И здесь, получается, 17 число. Я не помню, какой это день недели. 17, получается, апреля. И у моей подруги, получается, свадьба. И она меня пригласила в гости, чтобы, там, отметить туда-сюда. Ну, я, в принципе, согласился. Как бы она мне за день предупредила. На следующий день я пришел к ней на свадьбу, в принципе. К ней домой, получается, они отмечали. И, как бы, там было около 20 человек. Изначально там было где-то 7 человек. Потом люди еще приходили, уходили. Ну, было примерно за все время 20-25 человек. То есть это достаточно много. И что вы думаете? Мы, там, выпивали, там, ну, шашлычки, там, ну, все как надо, короче. Я думаю, вы понимаете. Получается, ну, все хорошо было, в принципе. Как бы, ну, мы нормально отгуляли. Все хорошо. На следующий день я просыпаюсь. Получается, у меня болит горло. У меня просто начинает болеть горло. Типа, ну, мне прямо очень сильно, ну, так, неприятно, знаете. Ну, типа, я не придал этому значения, в принципе. Думаю, ну, ничего, обычная простуда. Проходит уже несколько дней. Я уже начинаю кашлять. У меня уже сопли. В принципе, все как надо. Думаю, ладно, обычная простуда, либо грипп. Максимум просто. Получается, проходит неделя. Я все еще болею. Вы об этом, в принципе, могли слышать по видосам, как я разговаривал. И получается, через неделю ко мне подходит папа. Ко мне подходит папа и говорит, попшикал духи. Говорит, ты слышишь запах? Я такой, нет. Он такой, еще раз пшикнул. Я такой, нет, блядь, я не слышу. Он говорит, я тоже. Я такой, охуенно, блядь. Я думаю, блядь, ну, не может быть такого. Я беру духи и духи. Беру третьи духи, четвертые. Ни хера не помогает. Вообще, ни в какую. Вот так пшикаю просто, ну, до пизды просто. Я вот так вот нюхаю. Вплотную просто уже, блядь, чуть нос себе не брызгаю их. Все равно не слышу запах. Я думаю, ну, все, пиздец. Я уже пошел в интернет, начал читать, типа, ну, какие признаки, типа, сколько болеют коронавирусом, там, и так далее. То есть, ну, до этого мне вообще было по барабану на это. Типа, я в это не верил вообще. Я не ожидал то, что я могу вообще заболеть. То есть, получается, из-за того, что я пошел на свадьбу, и кто-то из гостей болел короной. Может быть, он об этом не знал, конечно. И, получается, всех заразили. То есть, я заразил, получается, папу. Папа заразил брата. У меня только мама не болеет. Но у брата, в принципе, обаяние, как бы, не пропало. То есть, он запахи слышит. То есть, у него там чисто кашель и все. А вот у меня и у папы мы не слышим запах. Вкус как бы чувствуем, запах не слышим. И постоянно просто температура. Постоянно просто температура. 38, бывает 39. Ну, то есть, реально жестко. Меньше, чем 37, и 7 температуры не бывает. Я вот сколько раз мерил температуру. Просто ни разу меньше не было. Хотел бы вам посмотреть очень полезную, интересную группу. Здесь вы можете заказать очень много всего интересного. По очень низким ценам. И это будет сделано очень качественно. Полный ассортимент. Вы можете сейчас видеть у себя на экране. То есть, группа реально очень классная. Пацан реально делает очень качественно, красиво. Вы можете посмотреть пример его работ в группе. Это есть все в общем доступе. Также, он сливает много полезных фишек для ютуберов. Это там ПНГ-картинки, какие-то шрифты и так далее. То есть, вам реально это будет полезно. Если вы не хотите ничего заказывать, можете просто зайти и подписаться. Поэтому ссылочку я оставлю в описании. Заходите, смотрите и обязательно подписывайтесь на эту группу. Получается, я написал своей подруге. Вот эта, которая вышла замуж. Которую мы праздновали. И спросил, а никто не заболел у вас, типа, после, получается, свадьбы? Она говорит, я заболела, типа, у меня температура 37. Типа, кашель, слабость. Говорю, охуенно, типа. Я как бы заболел короной вообще. То есть, получается, сегодня 11-й день, как я болею. Я заболел 17-го числа, получается. Ну, с 17-го на 18-е. То есть, 11-й дней я, получается, уже болею. Как я почитал в интернете, и как я посоветовал со своими друзьями, которые болели короной. Они сказали то, что, ну, 2 недели, и все будет, типа, нормально. Но я надеюсь то, что это будет так, потому что, ну, это жестко, когда ты не слышишь запах. И получается, я думал то, что я заболел на свадьбе, как я вам и сказал. Но брат мой пошел в школу, и оказалось то, что у них в школе заболел преподаватель, и школу вкрыли на карантин. То есть, возможно, я заболел не на свадьбе. Возможно, меня заразил мой брат, и моего папу тоже заразил брат. Возможно, таким образом я тоже заразился. Короче, непонятно, каким, ну, где я именно заболел. Либо на свадьбе, либо мой брат из школы принес, получается, болезнь. Сама суть в чем, пацаны, то, что реально очень сложно вообще что-либо делать. У меня ноги просто болят, спина болит. Чтобы вы понимали, я за два дня скинул 4 килограмма. За два дня я похудел на 4 килограмма, потому что я вообще ничего не ем. Я пью только воду, потому что, ну, не могу я еду есть. Ну, она меня вызывает отвращение. То есть, я реально советовался с друзьями, с Америкосом советовался. У него девушка болела. Советовался с Егором из моего города. Потом много, короче, с кем советовался и читал в интернете. В основном все говорят то, что две недели пройдет, и все. И все будет нормально, то есть, ну, от этого ты не умрешь. Мне все сказали, то есть. Ну, мне реально, пацаны, сложно. Я вчера вообще не мог встать. То есть, у меня начало колоть сердце. Я плохо дышу. Меня трясет просто. Я не могу встать. У меня все тело ломит. Спину, ноги просто. Я реально не верил до последнего, пока со мной это не произошло. Поэтому будьте, пожалуйста, аккуратней. Все-таки эта хуйня есть, пацаны. Все-таки можно заболеть. Я на своей шкуре, так сказать, это почувствовал. И вам я это не советую, пацаны. Это такое ублюдское просто состояние. Реально, это настолько хереново. Меня никогда в жизни не было. Я вот даже сейчас сижу, у меня просто... Я вот в камеру смотрю, у меня просто камера расплывается. Понимаете? У меня просто в глазах все плывет. То есть, мне реально очень хреново. Всем спасибо за внимание. Всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, что вам это видео было полезно. Я надеюсь, что буквально еще пару дней. И я уже буду здоров. И смогу дальше делать для вас контент. Поэтому не подписывайтесь от канала. Ждите. Я думаю, все будет хорошо. Всех обнял, приподнял. Всем пока-пока.